В апреле список членов Калининградской торгово-промышленной палаты пополнился 16 новыми компаниями. Среди них резидент особой экономической зоны рыбоконсервный комбинат Роскон. Учредитель завода Мурманский Траловый флот построил завод в Пионерском менее чем за год. В марте 2008 года с конвейера сошла первая консервная банка. Сегодня здесь в год выпускают 8 миллионов банок натуральных рыбных консервов и порядка 800 тысяч консервов из копченой рыбы. Продукция поставляется на материковую Россию, во все страны бывшего СССР и в Израиль. Сама логистика поставки сырья более выгоднее в Калининградскую область, чем везти ее в Мурманск. И поэтому Калининград как перевалочный порт выгоден для поставки сырья. Видимо этим и было определено, а город Пионерский, здесь изначально жили люди, которые работали в рыбной промышленности, они в какой-то степени даже мы в выигрышном положении находимся, у нас есть специалисты. Главное преимущество завода по сравнению с конкурентами в России – отсутствие дефицита сырья. Плюс опережающее время идеи и самое передовое оборудование, которое только существует в рыбоперерабатывающей отрасли. Немецкие станки по разделке рыбы и чешуесъемные машины, французские автоклавы, испанские закаточные машины, латвийские головоотсекающие установки. За сутки на Росконе перерабатывается до 80 тонн рыбы. Все это оборудование позволяет до минимума снизить участие человека в производственном цикле. Электроника регулирует вес каждой банки, дозирование соли, масла и соусов. Но на некоторых операциях без ручного труда все же не обойтись. Стабильность есть. Зарплату выплачивают регулярно, два раза в месяц. Люди довольны зарплатой, никогда не задерживают. Поэтому народ держится за свое рабочее место. Текучки у нас тоже нет. Более 400 человек из Пионерского, Светлогорска, Янтарного и Зеленоградска имеют постоянную работу на заводе. Средняя зарплата у рабочих – 15 тысяч рублей. Собственники продолжают инвестировать в производство. Строится вторая очередь очистных сооружений в перспективе подключения к природному газу. Маркетологи чутко подстраиваются под предпочтение потребительского рынка, а руководство завода уже вынашивает агрессивные планы по выходу на рынок ЕС. Жанна Меллер, Наталья Красакова, программа «Особая зона». Продолжение следует... Продолжение следует...